В деревне сотни солдата Красной Армии сотрудники НКВД заставили чеченцев идти по замершему озеру Голаншох. Лед не выдерживал, и тысячи чеченцев погибли в холодных водах озера. 23 февраля 1944 года сталинская администрация стала притворять в жизнь решение о депортации. Во времена Советского Союза в результате выселения чеченцев и ингушей с территории Северного Кавказа в Центральную Азию и Сибирь по приказу Сталина 23 февраля 1944 года погибли десятки тысяч человек. В первые месяцы Второй мировой войны немцы после нападения на Советский Союз рассчитывали облегчить себе войну, отрезав своего врага от поставок продовольствия и энергоснабжения. В этой связи одной из первых целей немцев были энергетические месторождения Кавказа. Чтобы овладеть нефтедобывающими районами Кавказа, немцы стремились захватить Грозный, который обладал самыми богатыми запасами нефти в Советском Союзе после Азербайджана. Несмотря на то, что нацистские войска оккупировали некоторые районы Чечен и Ингушской республики, они не вошли в столицу Грозный, а после поражения под Сталинградом стали выводить свои силы с Северного Кавказа. С началом этого процесса отношение СССР к местному населению изменилось. На чеченцев и ингушей, а также калмыков, балкарцев, карачаевцев, турок-месхитинцев, крымских татар и поворских немцев советский лидер Сталин возложил ответственность за продвижение немцев по территории СССР. Сталинская администрация приняла решение об изгнании всех чеченцев и ингушей с территории ЧАСР, объявила об упразднении этой республики и создании вместо нее Грозненской области. Выдвинув в качестве основания тот факт, что чеченцы и ингуши по приказу немцев воевали против советского руководства и советских сил, совершали бандитские налеты на коллективные хозяйства соседних областей. Сталинская администрация 23 февраля 1944 года стала притворять в жизнь решение о депортации. Накануне Дня Красной Армии советские вооруженные силы оцепили местных жителей, собравшихся по случаю этого праздника. Было объявлено, что чеченцы и ингуши будут депортированы в Центральную Азию и Сибирь, при этом на сборы было дано 20-25 минут. По всем, кто выступал против решения и пытался бежать, открывали огонь. В соответствии с приказом Сталина около 500 тысяч чеченцев и ингушей были погружены в товарные вагоны и высланы в Центральную Азию, прежде всего в Казахстан, а также в Сибирь. Лишь 2000 человек смогли бежать в горы. Каждой семье разрешалось взять с собой 20 килограммов багажа. Советские власти конфисковали оставленные людьми дома, земли, крупный рогатый скот. В дороге в вагонах для скота без еды и воды на протяжении нескольких дней около 20% депортированных погибло. В первые годы изгнания число жертв депортации увеличилось из-за климатических условий, тяжелой работы и эпидемий. За каждыми десятью домами был приставлен военный надзиратель. Депортированные, которые могли удаляться от места пребывания всего на 3 километра, каждый месяц были вынуждены отмечать всю силу безопасности. 26 ноября 1948 года советское руководство издало указ, согласно которому депортированные были лишены права возвращения на свою родину и должны были навечно остаться в изгнании. Здравомыслящий человек не может понять мотив депортации, а не правомерности выселения, произведенного в тот момент, когда воевавшие в рядах Красной Армии чеченцы и ингуши еще даже не вернулись с фронта в свои дома, говорил в своем выступлении 25 февраля 1956 года Никита Хрущев, возглавивший Советский Союз после Сталина. Хрущев отметил, в сознании всякого здравомыслящего человека не укладывается такое положение, как можно возлагать ответственность за враждебные действия отдельных лиц или групп на целые народы, включая женщин, детей, стариков, коммунистов и комсомольцев, молодежная организация Коммунистической партии Советского Союза, и подвергать их массовым репрессиям. Историки писали, что основной целью Сталина было наказать народы Северного Кавказа за прошлое восстание и предотвратить их планомерное переселение на территорию Турции. Депортация, начавшаяся 23 февраля 1944 года и за три дня унижшая тысячи жизней, признана одной из крупнейших трагедий в истории чеченского и ингушского народов. Продолжение следует...